Князь Владимирский храм 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 в родном Дроздове. Один из правнуков Евгений стал историком рода. Генеалогическое древо, не полностью вычерченное им, ветви имеет ни по-дворянски, ни по-современному многочисленные. Наш род священческий и фамилия тоже имеет два сразу корня. Это, во-первых, всего Ставрово, Ставровские корни, а во-вторых, слово Ставрос это в переводе с греческого означает крест, то есть как бы еще второе понятие священческое. И поэтому почти все до революции были предки или диаконами, или псаломчиками, или священниками. Ну, в общем-то, я нашел так в архиве, что где-то почти во всех уездах Владимирской губернии бывшие были представители большого рода. Да, получается так, что до 19 века они все жили в селе Ставрове. А где-то с начала 19 века, с начала образования духовный семинар начало своих выпускников как бы рассылать по всем уездам. И они расселись практически по всей губернии. Вот наша ветка оказалась, например, вот здесь, в Шуйском уезде. И мы так до сих пор живем в Шуе. Бывшие Владимирской губернии. Да, 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 конечно. Но вот здесь вот все три брата, Ставровские, братья Алексея Графовича, у вас род был не только священнический, но и пивческий был род. Больше всех это заинтересовало, что вот я, когда увлекся историей, значит, родословием своим, это где-то лет 5-6 назад, вот это взял там библиотеки эти епархиальные ведомости и губернские ведомости, то, что издавались Владимире до революции, стал дыхать встать и очень часто мне стало податься вот имя Алексея Графовича Савровский. Это я с ним сначала было интересно, родственник, не родственник. И вот оказалось, что так узнал, так с удовольствием после выяснилось, что это именно родственник. То есть, я думал, что вы начали изучать именно от своего, отталкиваясь от своего великого предка, оказывая, просто изучая свою фамилию. Да, да, да. Он так был наоборот. Просто, да, я нашел своих более близких родственников, потом стал изучать, вот так вообще, искать всех савровских, кто жил в Владимирской губернии. И потом уже выяснилось, уже впоследствии, что удачно, что все-таки есть достойные предки, которые не просто в масштабах уезда, о масштабах даже на всей России были известны в свое время. Ну, мне кажется, чем больше вы ищете, тем больше вы запутываетесь. Или нет? Да, получается так, что очень много было детей, как правило, у всех семей, и в крестьянских, естественно, и в сочиннических. И поэтому родственников очень много, и все больше и больше узнаешь, и все становится интереснее, потому что выясняются интересные родственные связи, например, Касаткин, Василий Васильевич, очень известный был, историк Владимирский, историк-краевед, священник. Вот он тоже оказался, например, дальним родственником. Но, а святая у Ваши дальние или ближние родственники? Все-таки, наверное, получается дальний. Более близкие связи, может быть, и были, но пока так не удалось выяснить. То есть, получается, пока я считаю, что дальний. Они тоже были священники, поэтому все переплетается, но не все еще удалось найти. ПЕСНЯ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПЕСНЯ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПЕСНЯ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПЕСНЯ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Вышел рассказывал о благодатной силе молитвы и исполнении хора Ставровского житель города Иваново-Вознесенска Александр Константинов. В 1893 году был я в городе Владимире у своих родственников. В воскресный день, 17 июня, утро выдалось безоблачное, жаркое, тихое, ни малейшего ветерка. Солнце палило с безоблачного неба. Накануне вечером была такая же погода, и в раскаленном воздухе появилась саранча. Летела она в небольшом количестве. Наутро же со сходом солнца неслась такой сплошной массой, что наводила страх и трепет. Влет ее был на высоте домов. И все, снявши шапки, в ужасе смотрели на летевшую саранчу. Многие набожно крестились, особенно крестьяне, и говорили, гнев Божий постиг нас за грехи наши. Другие, с горькими слезами на глазах, дрожащими голосами вторили им. Вон беда летит, сядет и все пожрет. Поля и сады, опять голод будет. Я пошел в Книгинин монастырь к службе. Монахини поймали несколько штук саранчи и показали епископу Тихону. Владыка взглянул на саранчу и начал позднюю литургию. На правом клиросе пел архиерейский хор на левом монахине. Управляемый регентом Алексеем Евграфовичем Ставровским, архиерейский хор пел замечательно, хорошо, торжественно и стройно. Вот запели Хироевимского. Вдруг в соборе потемнело. Я пришел в недоумение. Что это значит? Ну, через пять слышу глухие раскаты грома. Засверкала молния. Менее часа назад стояла жара, дышать было нечем, и небо было чистое. Во время причетного стиха я вышел из храма. Буря, дождь льет, как из ведра. В двух часах дня все утихло. Куда девалась саранча этот, двигающийся бич? Никто ее после того не видел. Именовал учебы в этой семинарии и будущий прославленный регент архиерейского хора Алексей Графович Ставровский. Десяти лет от роду поступил он в Владимирское духовное училище. За хороший голос и музыкальный талант был переведен в Москву в Синодальное училище. А когда у подростка начал меняться голос, он вернулся в Владимир и закончил семинарию. Еще будучи студентом ее, он становится регентом хора духовного училища. Священческий род Ставровских разбросало по всей губернии. Но Алексей Ставровский родился на родине предков 24 февраля 1848 года ровно 150 лет назад. Его отец был псаломщиком Успенского храма здесь и с ранних лет привлек сына, имевших хороший голос на клирос, вводя его в мир духовной музыки. А молодой выпускник семинарии преподает пение и музыку почти во всех учебных заведениях Владимира. Епархиальное женское училище ныне это административное здание по памяти о реформах 60-х годов называется внархозом. В женской гимназии училище церковного пения преподает и в духовной семинарии, и в духовном училище, и в Мальцовском ремесленном училище. Громчество твое непредная весна, Бог из Богу твоей укройте, я Бога слава на лесу и стопа земли и с чего веки Божий век куда в богородице тем силам а а а а а почти полвека он исполнял должность первого регента Владимирской епархии. При нем хор вырос до 60 человек. Петь в нем считали за честь лучшие музыканты Владимира. История не сохранила записи этого коллектива. Но, говорят, царики позднее сетовали. Разве сейчас так поют? Вот при Ставровском... У нас есть только возможность дать вам услышать звучание архиерейского хора под управлением Валентина Дьяченко, записанного в 1990 году. По нотам Ставровского. Что осталось от Ставровского, кроме воспоминаний людей, которые уже, в общем-то, погибли этот мир, и кроме нот? Осталось очень мало. Я когда приехала в 1978 году сюда, здесь полным ходом шла реставрация в Успенском соборе. И библиотека осталась очень-очень маленькая. Это в основном были разрозненные старые листочки, часто без партитур. То есть основная часть библиотеки погибла, видимо, тогда, когда закрыт был собор, в период своего закрытия. Ну а потом частая смена регентов тоже, видимо, сказалась на библиотеке, и библиотека утратила свои самые ценные фонды. Ну вот вы говорили мне, что есть такая киевская школа, там, новгородская школа, владимирская. Чем она отличается? Может быть, Ставровский внёс что-то именно в эту самую школу? Или, может быть, он продолжил какие-то традиции? Ставровский ничего, в общем, не внёс, но в его службах, которые он издал, песнопения всеношного воскресного, всеношного бдения, песнопения праздничные, эти песнопения все взяты из киевского распева, из греческого распева. И, насколько я видела пометки в этих книгах, там написано, что мелодия взята из рукописной книги 1721 года. То есть он брал из старых книг мелодии, гармонизовал их в духе традиционном, русском, архаичном таком. И эти песнопения вошли в его круг. Сохранились ноты, его ноты. Они переизданы отдельной книгой, ноты дирижёра, композитора, педагога, воспитавшего множество учеников, которые традиции исполнительского искусства архиерейского хора несли во все города и веси Владимирского края. Он гармонизировал старинные распевы из рукописных книг. Гармонизированные им мелодии принадлежат знаменному, греческому и киевскому распевам. В те времена не существовало для музыкантов привычных нам званий, отличий. Народный, заслуженный, лауреат, дипломант. Правда, Алексей Ставровский был награждён орденами святого Станислава 2-й 3-й степени, святой Анны 3-й степени. Но главное, когда в 1912 году в Москве проходил первый Всероссийский съезд регентов, то товарищем, то есть заместителем, председателя съезда был избран Ставровский. В те годы в столицах сверкал талант великого архидиакона Константина Васильевича Розова. Духовное певческое искусство было в России на высоте. А архиерейский хор, разбитый на несколько составов, пел не только в главном соборе епархии. Хор сопровождал архиереи при освящении храмов, различных учреждений, зданий, церкви при духовном училище в Шуе, Георгиевском пределе, торговых рядов во Владимире. Всего не перечистишь. Но короткий наш рассказ об Алексею Ставровском был бы неполным, если не упомянуть его вклад в светскую музыкальную жизнь у Владимира и губернии. 23 февраля 1888 года в зале дворянского собрания, ныне это Дом офицеров гарнизона, состоялся публичный концерт хора. Он выступал почти ежегодно, главным образом здесь, до 1920-го. И за эти 30 с лишним лет в концертах прозвучало огромное количество хоровых произведений, как классиков отечественных и зарубежных, так и местных авторов. В том числе и сына легенда, Петра, выпускника Московской императорской консерватории, открывшего в 1912 году первой во Владимире музыкальную школу. 27 января 1938 года Петр Алексеевич Ставровский был расстрелян в горьком, по глупому обвинению, шпионаже в пользу буржуазной Польши. Видимо, грамотеи НКВД по фамилии решили, что он из шляхтичей. Слава Богу, других детей это не коснулось. Вот этот большой дом появился здесь совершенно недавно, а раньше здесь стал совершенно другой дом. Да, действительно. На месте этого дома стояло белокаменное здание, в котором жила семья Ставровских. Сейчас этого дома нету, он снесен и построено вот в современное здание. И, к сожалению, как выяснилось, никто не знает, есть ли фотографии этого дома Ставровских. Пока никаких сведений нет. Наш разговор с Валентиной Степановной закончился словами о том, что фотография этого дома не сохранилась. Если кто-либо отклинится на нашу передачу и найдет фотографию этого дома, мы с удовольствием унесем коррективы в передачу для потомков. А пока я расскажу две истории и два факта об этом месте. Когда дом Ставровского сносили, здесь рядом жил, так скажем, юный краевед. Как все мальчишки, он лазил по развалинам и нашел вот эту вещь. Это диск от музыкальной шкатулки. Вполне возможно, что Ставровский держал его в руках. И еще, прежде чем задевать новостройки, в центре Владимира проводят раскопки. И лет 12 назад, когда еще не было этого здания, проводили раскопки и здесь и нашли землянку 12 века. Среди множества черепков глины и посуды был найден янтарный крестик. Ставровский, естественно, не знал об этом крестике, который был глубоко под культурным слоем. Но думается, что Господь не напрасно, правил его жить именно в этом месте выдающегося регента Свято-Успенского кафедрального собора. Алексей Ставровский не дожил до гибели сына. Он скончался 19 сентября 1921 года и 21 сентября в день праздника Рождества Богородицы был отпет в Успенском соборе при участии всех хоров Владимира. Я понял, Владимир Степанович, что эта могила была найдена через 70 с лишним лет. Ко мне попались материалы по Успенскому собору. И там это материалы Михаила Васильевича Касаткина. Кровические материалы. И там было написано, что Ставровский похоронен был 21 сентября 1921 года в теплый сентябрьский день на старом кладбище. Его могила находилась против второго алтарного окна храма святого князя Владимира. И эти сведения и дали нам возможность отыскать место захоронения Ставровского против второго алтарного окна. На могиле был поставлен крест по проекту Лебедева. И сейчас он стоит здесь и увенчивает могилу Алексея Графовича Ставровского. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok